На днях в парке культуры и отдыха Зеленого острова были разбиты несколько экспонатов, которые постоянно привлекают внимание жителей и гостей Черкеска. Такие акции потребительского отношения к создаваемой для людей красоте вряд ли кого могут оставить равнодушным. Есть ли способы противодействовать вандалам, выяснял корреспондент Артур Мхце. Это новое любящее Черкеск сердце установлено здесь совсем недавно. Видите, на нем еще нет никаких отметин. Прежнее большое с красивой подсветкой не выдержало под натиском многочисленных вандалов и отправилось на свалку. Какая судьба ожидает обновленную версию одной из изюминок парка? Если судить по некоторым экспонатам расположенного рядом уникального музея военной техники, в хорошее верится с большим трудом. Слишком уж настойчиво отдельные индивидуумы стремятся навредить городу, в котором живут, работают или учатся. Некогда боевые воздушные машины таких противников еще не видели. Кто-то бьет стекла у вертолетов, другие соревнуются в эпистолярном жанре, третий неровно дышит к статуям. Ничем иным и не объяснишь, для чего им понадобилось корректировать внешний вид поварешки и гостеприимной девушки. Вот цветочные часы, как я понимаю, давно уже не работают. С цветочными часами сейчас вот с поступлением сезона, мы их будем раскрывать, мы на сезон закрываем их. Тоже большая проблема. Вот, кстати, недавно даже разломали стрелку тут длинную, а восстановление сейчас идет, стоит большой вопрос. Тут по материалу проблема, тут по восстановлению его проблема. И это далеко не полный список того, что подверглось набегам вандалов последние месяцы. А ведь восстановление испорченного имущества потом выливается в немалые суммы. И вместо какого-то нового оригинального экспоната или дополнительных удобств для посетителей, персонал парка вынужден заниматься ремонтом или заменой поломок. Есть такие люди у нас, которые не ценят это. Или даже, я скажу так, наверное, делают специально это, чтобы или себя показать, или себя не чем-то удивляют тем, что они могут без проблем выбить с травматического оружия то же окно, скажем, на военной технике, или тот же лифт разбить, в котором очень большие дорогостоящие стекла стоят. В Черкесске который год активно применяется система «Безопасный город». Благодаря камерам видеонаблюдения стражам порядка не раз удавалось задерживать нарушителей. Видеокамеры, расположенные в различных частях города, собраны в единый комплекс. Изображение вводится на экраны, которые находятся в дежурной части отдела МВД России по городу Черкесску. Система оборудована возможностью записи и при необходимости мы можем использовать видео для выяснения обстоятельств того или иного происшествия. Понятно, что далеко не каждому человеку нравится, когда за ним подглядывают. Но придется привыкать, раз у нас это единственный способ, чтобы выявить тех, кто не может спокойно пройти мимо создаваемой красоты. И таких средств фиксации нарушений должно быть в разы больше повсеместно. Иначе нечто подобное ожидают и остальные благоустраиваемые сейчас зоны отдыха населения. Артур Мухцей, Ислам Урумов, Вести, Карачао, Черкесия.